Еще раз всем добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые клиенты, партнеры, гости наших вебинаров. Мы сегодня с вами проводим традиционный вебинар, который называется «Итоги месяца». Раз в месяц мы с вами выходим в прямой эфир, и это не запись, это прямой эфир. Сегодня у нас 7 октября, время 1 часов в Москве, 1.05. И раз в месяц мы выходим в эфир и подводим итоги предыдущего месяца. В этот раз мы с вами будем подводить итоги сентября. Месяц был хороший, насыщенный, эффективный, и мы с вами по традиции однозначно поздравим тех ребят, которые были эффективны, те партнеры, которые были эффективны в прошлом месяце, эффективны в работе с партнерами, эффективны в работе с клиентами. Но хотел бы я начать наши с вами итоги с того мероприятия, на которое мы сейчас с вами должны сфокусироваться. Это самое главное мероприятие осени. В нашей событийной линейке мы, как правило, с вами ездим каждый осень, каждый октябрь, мы, как правило, с вами ездим в Турцию. Но вот в этом году у нас немножко такая нестабильная ситуация в мире с перелетами, с перемещениями. Поэтому мы решили сделать это дома мероприятие. То есть осеннее мероприятие, оно состоится, но оно состоится в Сочи, в Красной Поляне. И мы называем это мероприятие «Сочи Гиз Тур». И его даты 23-25 октября. Я хотел бы сегодня уделить максимум вашего внимания на это мероприятие, потому что я хочу еще раз напомнить, что в нашей с вами работе наши мероприятия, вообще событийные линейки, любое абсолютное мероприятие, это, наверное, самый-самый эффективный инструмент, который нам позволяет эффективно работать с нашими клиентами, с нашими партнерами. И в нашем случае «Сочи Гиз Тур», еще раз, 23-25 октября, это мероприятие, куда мы приглашаем абсолютно всех. То есть у нас за эти три дня будут и квалификационные мероприятия, то есть мероприятие, куда попадают партнеры от определенного уровня в карьерной лестнице, а также у нас будет мероприятие для всех абсолютно, для абсолютно всех партнеров. Более того, на это мероприятие можно приглашать тех людей, которые вообще не аффилированы сейчас компанией, то есть не являются ни клиентами, ни партнерами, то есть являются потенциальными клиентами или потенциальными партнерами. И эти мероприятия в свое, в то время, ну, то есть в свою профессиональную деятельность, когда я сам был партнером, я очень активно использовал и эффективно использовал мероприятия, потому что я понимал, что чем больше гостей я смогу на мероприятие пригласить, тем будет лучше, потому что на мероприятиях гости смогут ответить на все свои вопросы, которые они, возможно, вам не задают, но у них есть какие-то внутренние вопросы. Потому что мероприятие – это всегда, когда приезжает большое количество партнеров, разных абсолютно партнеров с разным видением, они выступают на сцене, и вы никогда не знаете, какая именно фраза или какое именно выступление зацепит вашего потенциального клиента или партнера, ответит ему на его вопрос. И это всегда возможность, вот такие мероприятия, наши осенние выезды, это возможность нам показать себя, чтобы потенциальные клиенты-партнеры могли с нами познакомиться, побыть с нами, повариться в нашей энергии и для себя решение принять. Поэтому это мероприятие является очень важным инструментом в нашей с вами работе. И это еще раз я скажу, это самое главное событие осени, наше с вами мероприятие. Более того, мы с вами сейчас временно живем в такую эпоху онлайна, и вот каждое оффлайн-мероприятие, оно на самом деле на вес золота. Поэтому если где-то появляется в расписании оффлайн-мероприятие, ну, надо им пользоваться, надо этим пользоваться инструментом на полную катушку. Потому что в онлайне мы сейчас очень много находимся, и вот это мероприятие будет оффлайн. Еще раз, 23-25 октября, Красная Поляна. Я хотел бы немножко пройтись по самому мероприятию для того, чтобы вы понимали, что там будет. Значит, начнем. 23 октября, это пятница. Значит, этот день будет полностью квалификационный день. Значит, в этот день мы приглашаем всех партнеров в статусе от N3 и выше, менеджера третьего уровня и выше. Как можно сделать менеджера третьего уровня? Причем приглашаются партнеры. Ну, я думаю, вы видите у себя анонс, и там есть звездочка. Значит, и написано, что партнеры, подтвердившие статус N3 в этом спринте. То есть у нас спринт начался, мы с вами вспоминаем, с августа. И не все партнеры, которые просто имеют статус N3, которые его когда-то там давным-давно закрыли в прошлой кампании. Значит, мы приглашаем всех, кто подтвердили в этом спринте, то есть N3 в этом спринте. Как можно подтвердить статус N3? То есть есть два варианта. Либо это в какую-то неделю у вас прошло 20 финансовых циклов в отчетный период, в любую неделю этого спринта. Либо вы в этом спринте пригласили два клиента, два клиента на Трифи Про. То есть этого достаточно для того, чтобы иметь статус N3 и попасть на это мероприятие. То есть в этот день, в пятницу на статусе, на это мероприятие статус N3 могут попасть абсолютно любые партнеры, которые... Ну, то есть я к тому, что это очень легко сделать, и туда могут попасть и люди, которые даже еще сейчас не знают о компании. Вы им завтра о компании расскажете, они зарегистрируются и могут буквально там за один день сделать этот результат. Поэтому это статус N3 для нас – это такой самый-самый первый статус. Это такой, ну, самый, ну, скажем так, самый первый шаг в нашей коренной лестнице, но он уже показывает, что партнер что-то сделал, какой-то результат создал, он уже заработал первые деньги, и вот таких людей мы приглашаем на наше мероприятие. Значит, мы решили сделать от статуса N3, потому что нам ценно и важно, чтобы у нас было большое количество людей на это мероприятие, которые попадут как раз-таки в пятницу на тренинг. То есть 23 октября мы решили сделать большой такой тренинговый день. Это будет большой тренинг, ну, можно назвать это тренинг личностного роста, но больше это будет мастер-класс, который называется «Восхождение. Мастерская лидерства». И проведет этот тренинг наш очень хороший друг, партнер Константин Волжан. Я думаю, что вы очень, ну, вы многие его знаете. Я думаю, многие ребята уже были на его тренинге, и ценность… Вообще Костя, он сердцевый бизнес-тренер, тренер личностного роста, и, ну, это очень эффективный тренер. И ценность его в том, что это не бизнес-тренер, которого мы берем со стороны, который не разбирается в бизнесе, который не в контексте, а это вот именно… Это Костя – наш действующий партнер. Он наш хороший друг, и он очень хорошо знает продукты, очень хорошо знает компанию, очень хорошо знает партнерскую программу, коленную лестницу и так далее. То есть он в контексте, он в теме, что называется, и тренинг полностью адаптирован. Он полностью адаптирован под нас, и это тренинг для того, чтобы дать вам силы, чтобы двигаться вверх по коленной лестнице, создавать результаты, которые вы хотите в своей жизни вместе с этой компанией, в партнерстве с этой компанией. И про что это тренинг? Это тренинг будет про сильные решения, то есть как создавать сильные решения. Это тренинг будет про сверхрезультаты, то есть как делать сверхрезультаты. Мы говорили о том, как вырасти в X10, то есть как сделать такой, знаете, квантовый скачок, квантовый рост. Это будет про веру, про веру в себя в основном. Это будет про состояние победителя, это будет про правильный внутренний настрой. То есть это тренинг, который даст нам вот эти внутренние инструменты, вот это внутреннее правильное состояние для того, чтобы создавать большие результаты. Мы с вами все прекрасно понимаем, что все наши победы, абсолютно все победы и наши, да вообще в любой абсолютной сфере, они начинаются изнутри. То есть вот с этого внутреннего решения. И мы с вами, как лидеры, понимаем, мы с вами внутренним состоянием влияем на этот мир, создавая в этом мире события, ситуации, ресурсы, которые нам нужны. Поэтому вот этот день мы решили вот таким образом поработать со своим внутренним состоянием, своим внутренним настроем, вот, потому что, ну, это самый-самый сильный инструмент. И это бесплатно, еще раз, это бесплатный тренинг, там не надо за него платить, нужно просто быть в статусе М3, то есть подтвердить статус М3 и приехать на это мероприятие. Все, больше ничего не надо. Поэтому, ребята, еще раз, я хочу, чтобы это было для вас не просто очередное мероприятие, которое прошло мимо вас фоном, а я хочу, чтобы вы на это мероприятие поработали, настроились и взяли от него максимум, от этого мероприятия. Еще раз, оно будет офлайн, это не онлайн-тренинг, это офлайн, когда мы с вами соберемся на Красной Поляне, мы будем на площадке, которая на высоте 1170 метров. Это будет в горах. Это будет большое такое пространство, значит, арт-дизайн пространства, оно называется «Флакон», я думаю, ну, многие уже знают эту площадку. Мы там проводили гис-кэмпы наши. Вот, то есть это вот в такой энергетике, в таком месте, в такой команде единомышленников будет такой очень сильный тренинг. Поэтому я уверен, что те, кто очень серьезно к этому отнесутся, поработают и привезут как можно больше своих партнеров, своих клиентов, которые имеют статус М3, партнеров. Вы можете очень быстро вырасти. Это будет, это может быть для вас трансформационное мероприятие, очень сильное мероприятие. Поэтому еще раз, 23 октября, если у вас еще нет подтвержденного статуса М3, важно это сделать, это сделать очень легко. Причем мы долго обсуждали на высшем лидерском совете, какую сделать квалификацию, какую сделать, ну, скажем так, квалификацию, которая попадает на это мероприятие. Это были разные у нас варианты, и директоры, и статусы регионального менеджера. Но мы решили, что мы хотим, чтобы максимальное количество людей прикоснулось к этой истории. То есть максимальное количество людей побыли на этом тренинге, побыли в этой энергии. И поэтому это статус М3. Мы не можем приглашать всех абсолютно, потому что, ну, то есть и всех абсолютно не можем пригласить, и не хотели бы задирать вот эту планку, чтобы еще раз было... То есть приехали туда те, кто сейчас в этом спринте двигаются, хоть что-то делают. Вот. И те партнеры, которые сейчас хоть что-то делают, в любом случае подтверждение статуса М3 для них это не проблема. Поэтому 23 октября мы с вами увидимся. Старт в 10 часов. Идем дальше. Значит, следующий день, 24 октября, суббота. У нас старт в 10 часов, и у нас будет уже день для всех абсолютно. Вот туда можно приглашать гостей, потенциальных клиентов, потенциальных партнеров. Там будет уже обучение. Оно будет, ну, вроде бы как для партнеров, но те люди, которые... Компания не имеет отношения, оно для них тоже будет в любом случае полезно. И мы готовимся. У нас уже есть спикеры, темы. И вот я хотел бы вам как раз, вы нас сейчас видите, этот слайд, анонс 24 октября, второго дня. Значит, начнем мы в 10 часов. Начну я, открою мероприятие, потому что нам нужно познакомиться, познакомиться с компанией. И я буду рассказывать о компании как бизнес-партнер, компания как бизнес-партнер. Значит, затем Тарас Гадванюк выйдет, он расскажет основной навык для первого миллиона. То есть, какой навык здесь нужно выработать для того, чтобы очень быстро с этой компанией, в партнерстве с этой компанией заработать первый миллион. Затем Дима Соловичук будет рассказывать про скорость бизнеса. Затем Дима Романов будет рассказывать про нашу карьерную лестницу. У нас есть своя карьерная лестница в нашей партнерской программе. И Дима будет рассказывать, для чего она нужна и как закрывать статусы. А самое главное, как закрыть самый высокий статус. Затем у нас будет обед. И после обеда будет очень хорошая, глубокая тема от Натальи Сорокиной. Почему я еще не премьер? Премьер – это самая высокая ступень нашей карьерной лестницы. И вот мы будем вместе с Натальей, это будет порядка часа или полтора, мы будем… Такая достаточно глубокая тема, мы будем о себе отвечать на этот вопрос. Почему я еще не премьер? И затем Дмитрий Романов еще раз, кейс успешной работы. И затем это все зафиналит Екатерина Шорохова, как забрать джекпот. И, значит, мы закончим где-то, наверное, в районе пяти часов. И потом у нас будет небольшой перерыв, и мы остаемся уже директорами. Значит, все партнеры от статуса директор и выше, подтвердившие в этом спринте. У нас будет еще такой небольшой мастер-класс от Натальи Сорокиной, Михаила Мухлыгина. Будет директорское обучение, которое будет на тему управления структурами. То есть директора – это партнеры, у которых уже есть структуры, у которых есть уже созданные отделы продаж. И это вот важная тема для таких партнеров, как управлять структурами. И 25 октября, воскресенье, также начнем в 10 часов, финальный наш с вами день. Начнем мы его с выступления администрации компании. Мы расскажем свежие новости, планы, анонсы, что нас дальше ждет, стратегию развития. То есть ребята поделятся, разработчики поделятся тем, что у нас уже за это время наработано, что мы делаем прямо сейчас и какие у нас планы дальше. И, как правило, вот это осеннее мероприятие, оно у нас является… На осеннем мероприятии мы немного приоткрываем, скажем так, завесу того, что будет на итогах года. В феврале 2021 года мы с вами в Москве проведем итоги года, точно проведем. Мероприятие уже готовится, уже есть площадка. Мы об этом тоже расскажем в Сочи на мероприятии. И мы уже немного начинаем рассказывать о том, что будет на итогах. Именно в плане продукта, что мы делаем и что мы хотим вам показать, что мы хотим анонсировать. То есть наши итоги года – это как ежегодная конференция крупных компаний типа Apple или Samsung. Они каждый год проводят конференции и показывают, что они создали за это время. Мы тоже каждый год проводим конференцию и показываем вам наработки того, что мы создали в продукте за этот год. Вот. И вот на осеннем мероприятии мы, как правило, немножко приоткрываем завесу, поговорим уже об этом, начинаем об этом говорить. Затем Ирина Строкова, она будет говорить про human skills. Это навыки… Это… Вот я считаю, что это очень хорошая и очень нужная тема, потому что human skills – это про эмпатию, про эмоциональный интеллект. Это то, как нужно, как правильно с людьми взаимодействовать, как понимать человека. Что такое эмоциональный интеллект? Это умение отслеживать настроение, эмоции человека, следить за этим, наблюдать за этим, и в том числе наблюдать за своими эмоциями. Вот. И на сегодняшний день в бизнесе это, наверное, один из ключевых навыков. Вообще эмоциональный интеллект. И, кстати, сегодня очень многие компании уже заказывают очень много тренингов именно по эмоциональному интеллекту. То есть это умение слышать и слушать собеседника, там, потенциального клиента, потенциального партнера – это те навыки, которые очень хорошо в нашем бизнесе нужны, там, где мы с вами работаем с людьми. Поэтому human skills – основа здоровых отношений между командами, человеком и бизнесом. Это вот прям то, что нам надо, то, что доктор прописал. Скажем, Ирина Строкова будет раскрывать эту тему. Очень тоже, ну, на мой взгляд, очень классная, очень интересная, очень полезная тема. Затем будет Оля Шибецкая, будет говорить, как увеличить конверсию сделок в три раза. То есть Оля в этом большой профессионал, и у нее точно есть заготовлены определенные фишки, которые нам помогут с вами увеличить конверсию сделок. Кстати, еще раз, пользуясь случаем, скажу, что после меня в нашей вебинарной комнате «12 часов» будет Оля Шибецкая со своим проектом «Кейсариум», авторский проект ее, куда она приглашает предпринимателей, которые пользуются нашими продуктами, и предприниматели расскажут свои кейсы, опыт взаимодействия с продуктом, что они с нашим продуктом сделали и какие результаты в бизнесе они получили. Так что у Оли очень много есть фишек о том, как увеличить конверсию сделок в три, может быть, даже больше раз. Затем Виталий Аюшеев расскажет «Кодекс куратора. Инструмент эффективного управления командой». Это тоже очень важная тема, потому что если мы с вами говорим о масштабировании бизнеса, о том, как расти в этом бизнесе, это точно тогда, когда мы с вами создаем команду, команду партнеров, команду потребительскую структуру, и с этой командой нужно взаимодействовать как куратор, как наставник. И вот Виталий будет об этом рассказывать «Кодекс куратора». Затем Тарас Гадаванюк, «Инструменты по захвату мира». Сбегая немножко вперед, скажу, что это инструменты больше по работе онлайн. Значит, те инструменты, которые будут нам помогать работать с продуктом, с партнерской программой. Затем это Евгений Нагиев, «Управление реальности», такая немножко метафизическая, тема, которая нам тоже нужна, потому что мы с вами и на физике работаем, и ментал должны подключать. Мы с вами сейчас живем в такие времена, что, скажем так, игнорировать вот эту ментальную составляющую сегодня является очень большим невежеством на самом деле. И если, например, раньше можно было создавать большие результаты на физике, то сейчас игнорировать ментал – это еще раз очень большое невежество. И нужно понимать, что это все должно быть вкупе. Мы с вами должны и руками работать, и быть правильно настроенными на эту работу с точки зрения своего правильного внутреннего состояния. И через это влиять на внешний мир, на то, что нас с вами окружает, еще раз в этом мире создавать для себя инструменты, события, ситуации, нужных людей и так далее. Евгений Нагиев будет об этом говорить. Я думаю, что вы заметили, что все темы, они очень хорошо подстроены, построены. То есть если вы знаете спикерский весь состав, вы знаете, что все темы построены, исходя из, скажем так, сильных силы каждого спикера. У каждого человека есть своя собственная сила, как у супергероев из Marvel. И каждый наш спикер, он как раз-таки в своей теме очень хорошо разбирается. И заканчивать все это буду финалить я. Я буду рассказывать, как стать первым человеком компании. Эта тема, она будет базироваться… Эта тема основана на реальных событиях будет. Значит, я буду рассказывать свой личный опыт о том, как я в свое время был партнером, как я пришел в партнерскую программу. И я буду вам рассказывать о том, как я пришел в компанию, которая была уже 4 года, 4,5 года. И вот с этого старта, то есть не с самого начала, то есть компанию 4,5 года я пришел в эту компанию. И через 18 месяцев я стал в этой компании первым человеком. То есть через 18,5 года. И я вам расскажу вот этот опыт, что я конкретно делал в этом бизнесе для того, чтобы стать первым человеком. Несмотря на то, что я не в самом начале был в компании и у меня был не самый высокий аккаунт, вы понимаете. Но тем не менее это не мешало мне прийти вот к этому результату. И я буду это рассказывать именно на своем собственном примере. Более того, я буду рассказывать даже расписание своего дня. То есть что я делал, просыпаюсь и что я делаю до того, как я усну. Для того, чтобы к этой цели прийти. Вот. То есть и там будет и про физику. То, что было много работы на физическом уровне. То есть я очень много работал. Ну, так как мы привыкли, делал встречи и так далее. И как я сам себя каждый день настраивал на этот результат. То есть и ментал, и физика, значит, мне помогли это создать. И 18 месяцев, как стать первым человеком в компании. Я думаю, что абсолютно каждый партнер, который есть в нашем бизнесе, который приедет на мероприятие в Сочи, абсолютно каждый партнер должен об этом думать, как стать первым человеком в компании. Как говорил Наполеон, абсолютно каждый солдат должен думать о том, как стать генералом. Поэтому эта тема будет, я думаю, для вас очень полезна. По крайней мере, я постараюсь вообще все, что знаю, весь свой опыт передать. И понятно, что этот опыт будет адаптированный под наш с вами бизнес. Вот. Поэтому это будет... Таким образом мы с вами закончим наше мероприятие. Это будет три дня. Три дня в этот раз. И еще раз хочу сказать, что, ребята, это очень важное мероприятие. Это самый сильный инструмент для нас с вами. Самый сильный инструмент для того, чтобы самому приехать, прокачаться и вырасти, стать сильнее. И для того, чтобы ваши люди приехали, ваши партнеры приехали на мероприятие. Поэтому прямо здесь сейчас вы должны сфокусироваться на этом мероприятии. У нас с вами осталось на самом деле, с когда мы 23-го встречаемся, у нас осталось практически две недели до встречи. И прямо здесь сейчас нужно сфокусироваться на эти две недели, для того, чтобы поработать на этом мероприятии максимально. И что надо делать? Сейчас нужно максимальное количество людей вовлекать в эту историю. Если у вас есть партнеры, их нужно вовлекать в то, чтобы они закрыли М3 и были с 3 октября. Если у вас есть потенциальные клиенты, потенциальные партнеры, нужно их вовлекать и в М3, ну и вообще, в принципе, чтобы они приехали на это мероприятие. Еще раз, чем больше количество потенциальных кандидатов приедут на ваше мероприятие от вас, тем будет лучше, потому что люди смогут увидеть, смогут прокачаться, побыть в этой энергии. Это важнее слов, это 100%. Быть в энергии, быть в этом моменте, быть в контексте длительное время, это 2-3 дня быть в контексте, это важнее, абсолютно эффективнее любых слов, которые вы скажете этим людям. Поэтому это самый сильный инструмент, пожалуйста, используйте его. Тем более он офлайн. Сейчас у нас и так его не хватает, этого офлайна, поэтому нужно его использовать. Поэтому 2 недели фокус максимальный на этом мероприятии. И после этого мероприятия у нас с вами начинается финишная прямая до Нового года. Мы начинаем работать на очень больших скоростях, на очень большой энергии, начинаем создавать результаты. Вы помните, те, кто с нами уже, ну, какое-то достаточное количество времени, вы помните, что самые большие результаты создаются после осеннего мероприятия. Вот после осеннего мероприятия и до Нового года бьются вообще все-все абсолютно рекорды. И, как правило, их бьют те, кто был на мероприятии на выездном, и тот, кто вот на этом мероприятии на выездном очень хорошо поработал. Поэтому еще раз, если вы хотите сделать хороший марш-бросок и до Нового года создать самый большой результат в своей жизни, нужно на этом мероприятии быть обязательным. Вот. Не проходите мимо него. Значит, с этим понятно. И так, что у меня там, следующий слайд. Да, до встречи. Мы с вами увидимся, значит, на этом мероприятии. Мы увидимся с вами офлайн. У нас будет возможность друг другу посмотреть в глазах, глаза, пообниматься, побыть в этой энергии. В общем, побыть все вместе снова. Приехать, съехаться и побыть в этой поддерживающей среде. Значит, и я еще сегодня должен поздравить тех ребят, которые были эффективны в сентябре. Начнем со статусов. Так. Сейчас поставлю я вот этот слайд. Так. Сейчас мы будем говорить итоги. Поздравим тех ребят, которые в сентябре закрыли новые статусы и были эффективны в работе с клиентами, с партнерами. Начнем со статусов. Я начну со статуса М3, потому что, ну, вот статус М3 для нас очень важен, потому что это те ребята, которые приедут на мероприятия, то есть которые попадают на пятницу, на 23 октября в Сочи на закрытый тренинг от Кости Волжана. И в сентябре статус М3 у нас закрыли, подтвердили, закрыли новенький. Я хочу поздравить. Это статус М3. Идем дальше. Статус региональный менеджер Виктор Пимонов, город Омск. И статус директор первого уровня Д1 в сентябре Ирина Мухина, город Кострома, и Вячеслав Троицкий, город Омск. Поздравляем ребят с новыми статусами. То есть это ребята, которые закрыли новый статус. У нас очень много людей, которые подтвердили, понятно, эти статусы. Мы с вами говорим только о тех, кто закрыли его, ну, то есть вновь. То есть не вновь, а ребята, которые только-только этот статус закрыли. Идем дальше. Значит, я хотел бы отметить ребят, которые работали активно в партнерской программе, то есть количество партнеров в первую линию. И я хотел бы начать от двух. То есть за сентябрь два новых партнера в первую линию. Константин Федотов, город Улан-Удэ, Евгения Машкова, город Кемерово, Алексей Чащин, Иркутск, Светлана Никишина, Москва, Валерий Власенко, Тюмень, Константин Дмитриев, Таллин, Эстония, Надежда Болкисева, город Осса, Пермский край, Екатерина Вешта, Рязань, Алексей Андреев, Самара, Виктория Троицкая, Омск, Маржана Айчанова, Москва, Павел Боцман, Тюмень, Юлия Штаб, Нижневартовск, Фарида Качкурова, Тюмень, Мария Огородникова, Москва, Владимир Икавенко, Москва, Любовь Харлампева, Рождествено, и Галина Степанова, город Голубицкая. Это партнеры, которые в течение сентября пригласили два новых партнера в первую линию. Идем дальше. Три новых партнера в первую линию. В сентябре Сергей Кравец, город Львов, Украина, и Виктория Пимонов, город Омск. И идем дальше. Четыре партнера в первую линию в сентябре. То есть четыре партнера в сентябре. Александр Пыхтин, Москва, Владимир Южов, город Анива. Город Анива – это маленький город в Сахалинской области, город с населением в 10 тысяч человек. Вот Владимир Южов из города Анива, четыре партнера в сентябре, в прошлом месяце. Юлия Ковта, Москва, и Оксана Котляренко, город Киев, Украина. То есть в городе с населением 10 тысяч человек можно работать и делать большие результаты больше, чем другие. Так, это что касаемо партнеров. И идем дальше. Что касаемо клиентов. То есть количество клиентов в первую линию. Начинаем не с двух, потому что список огромный. Мы с вами до вечера будем сидеть. Начнем с трех. Три клиента за сентябрь. Алена Узких, город Югорск. Артем Клещев, город Пермь. Константин Федотов, Улан-Удэ. Владимир Ручкин, Волгоград. Алексей Титов, Тюмень. Марсель Батаршин, Белебей. Максим Иоанна Маркисеева, Иркутск. И Олеся Васильев, город Чайковский. Это три клиента в сентябре. Идем дальше. Четыре клиента в сентябре. Милана Шестопалова, город Севастополь. И Юлия Рожакова, город Краснодар. Идем дальше. Пять клиентов за сентябрь. Татьяна Саксина, город Усть-Ямаровка. И Дмитрий Кременов, город Калининград. Идем дальше. Шесть клиентов за сентябрь в первую линию. Юрий Короленко, Саранск. И Болотова, Алифтина, город Пере. Идем дальше. Восемь клиентов за месяц. За сентябрь. Данил Голубь, город Домодедово. И абсолютный чемпион. Вообще никакой интриги. И, как и в прошлый раз, Татьяна Фурсова, Таня из города Самара. Татьяна Фурсова. Девять клиентов в первую линию. Пять клиентов на тарифе PRO и четыре клиента на тарифе LIGHT. Девять клиентов в первую линию за сентябрь. Татьяна Фурсова. Так, и я еще сделаю гонку городов. Гонка городов. Мы берем на сегодняшний момент, то есть на сентябрь. Гонку городов не за сентябрь, а за весь спринт, за август и сентябрь. На сегодняшний день по клиентам на 10 месте Омск, 9 Улан-Удэ, 8 Хабаровск, 7 Пермь, 6 Краснодар, 5 Рязань, 4 Тюмень, 3 Самара, 2 Санкт-Петербург и 1 Москва. И по партнерам. 10 место Рязань, 9 Пермь, 8 Самара, 7 Киев, 6 Санкт-Петербург, 5 Анива, Сахалинская область, Анива город, 10 тысяч населения. 4 Иркутск, 3 Омск, 2 Тюмень и 1 место город Москва. То есть это по гонке городов. Так, ну и это в принципе вся информация. Все ребята, которых нужно было отметить, мы отметили. Я еще раз хочу поздравить тех ребят, которые в сентябре очень хорошо поработали, создали очень хорошие результаты. И еще раз, ребята, напомним, мы с вами сейчас, две недели мы с вами остались, мы фокусируемся с вами на нашем мероприятии 23-25 октября. Я знаю, что вы уже купили билет, вы уже забронировали отель, вы точно будете. Теперь, пожалуйста, поработайте на то, чтобы с вами приехало как можно больше партнеров ваших и потенциальных клиентов, потенциальных партнеров. Потому что что-то мне подсказывает, это будет очень сильное, очень важное мероприятие, трансформационное для многих из нас. И после этого мы с вами пойдем уже в марш, в просок, до Нового года, создавать самые-самые большие результаты этого года. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание, благодарю вас за то, что вы приходите онлайн, хотя можно посмотреть в записи, на самом деле мы делаем запись, но тем не менее вы приходите онлайн и смотрите. Мне очень приятно, когда здесь большое количество людей в комнате онлайн. Спасибо вам большое. Желаем хорошей недели, хороших результатов. И еще раз напомню, не переключайтесь, потому что через 24 минуты в этой комнате ровно до 12 часов будет кейсариум с Ольгой Шибецкой, на которой она пригласила новых клиентов, которые поделятся своими кейсами, используя нашего продукта. На этом все. Всех вас обнимаю. До встречи через две недели на Красной Поляне в Сочи на нашем супер-супер мероприятии.